В отдалённых и труднодоступных регионах страны продолжается досрочное голосование. Сотрудники избиркома Мурманской области добрались на вертолёте до самых крайних точек Кольского полуострова, где находятся воинские части, метеостанции и даже маяк построен ещё в 19 веке. Репортаж Игоря Гейнко. Здесь всегда стопроцентная явка. О дня голосования ждут едва ли не как Нового года. Ближайшие поселения в нескольких сотнях километров от этих мест. Поэтому вертолёт с новыми лицами всегда за радость. Воинские части, заставы и маяки, где вахта, длится 6-9 месяцев. Из этих далёких, но красивейших мест добраться до ближайшей цивилизации можно лишь по воздуху, либо в крайнем случае море. Но тогда путь сюда займёт более суток. Остаётся лишь вертолёт. За 12 часов удаётся таким образом облететь 6 точек, где досрочно голосуют избиратели. Большая часть нагрузки по доставке комиссии лежит на военных Северного флота, в частях, разбросанных по всему Кольскому полуострову вдоль Баренцева и Белого морей, проходит службу и проживает основной электорат отдалёнки. Суровость этих побережий пропорциональна их красоте. Для нас, как для лётчиков, очень часто нижний край облаков опускается низко. А рельеф местности такой здесь, что здесь большие перепады по высоте. Времени так мало, а облететь нужно так много, что на некоторых точках военные голосуют прямо в вертолёте, не заглушая двигатель, чтобы не терять ни минуты. С 29 августа наши участковые комиссии летают, ездят на поездах, на машинах высокой проходимости, каким-то либо водным транспортом добираются. Всего же, согласно спискам, в Мурманской области активным избирательным правом обладают почти 600 тысяч россиян. Игорь Агеенко, Антон Климовский, Дмитрий Кваснюк. Вести из отдалённых территорий Мурманской области.